Всем привет! Сегодня мы приехали в Крым. Мы находимся на Керченском полуострове. Сейчас мы в посёлке Курортное, а направляемся мы на Генеральские пляжи. Для меня это одно из лучших мест для дикого отдыха в Крыму. Сейчас мы находимся на пляже. Сегодня здесь тихо, спокойно, и вода идеально прозрачная. Это Азовское море. Кто-то даже бегает по воде. Ну, водичка такая ещё, конечно, прохладная для купания. Здесь очень хорошо, здесь есть деревья, и летом, когда мы приезжали, то здесь стояли машины, и люди в тени разбивали даже палатки и ночевали. Буквально вот несколько метров, и ты ночуешь около берега моря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, добрались мы наконец-то до территории самого заповедника. Я очень рада здесь оказаться, это была моя мечта вновь приехать сюда, и здесь очень красиво сейчас, потому что трава сочная, а когда мы приезжали летом, то из-за жары вся эта трава уже становится сухой, и виды совсем другие, а сейчас весна, и всё цветёт, это очень классно, красиво. Мы сначала решили подъехать к Ротонде, раньше здесь был стол, но теперь его убрали. А виды просто нереальные. Какая же красота тут. Для меня самое красивое место. Много где бывали и на южном берегу Крыма, но такой красоты я не видела нигде. Вот мне близко вот именно такие пейзажи. Сейчас здесь в заповеднике очень много цветёт разных цветов, и все они источают сказочные ароматы. Не забывайте делиться в комментариях своими впечатлениями от увиденного. Напишите, были ли вы на генеральских пляжах, а если нет, то посоветуйте какие-то места, которые однозначно заслуживают их посещения. Многие оставляют свои машины и идут пешком к морю, до бухточек. Что мы сейчас и хотим сделать. Оставили машину и идём к одной из небольших бухточек. Ну вот, добрались мы до маленькой бухточки. Я решила снять обувь, потому что уже очень соскучилась по песку, и ноги устали, и хочется так расслабить ножки. В этой бухте и песочек есть, есть и ракушки. Чем славятся генеральские пляжи, так это ракушечными пляжами. Ракушек здесь настолько много, что это удивит в первый раз, когда вы приедете сюда. Вот они, горы просто, горы ракушек. Детям это точно понравится. Можно делать сувениры. Кстати говоря, не каждая бухта... Ой, я как будто на гвоздях каких-то. Не каждая бухта имеет столько ракушек. В прошлом году, когда мы сюда ездили, мы были в бухте с силуэтом девушки. Можете посмотреть видео. И там был песок. Ух, сколько ракушек. А какое прозрачное море. Штиль. Красота. Тихо, спокойно и морская свежесть. Пока мы гуляли наверху, то там, ну так, знаете ли, пригревало все-таки. Достаточно жарко. А здесь прям такая комфортная температура, потому что свежий морской бриз. Ой, не-не-не, вода еще холодная. Любители дикого отдыха приходят сюда, приносят с собой палатки, развиваясь в лагерь. И ночуют вот в таких вот живописных бухтах. Я думаю, можно позавидовать этим людям, что они имеют такую возможность ночевать в таком красивом месте. Вода еще очень холодная, прям сводит ноги. Ой. Ой, ну если вот так вот бегать, то в принципе она очень бодрит. Тут, 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 тут. Ну где еще столько увидишь ракушек, как не на Азовском море? Чувствуешь так себя русалкой на ракушках. Красота? Красота, лепота? А вот смотри, вот на Азовском ракушке, да, если, а на Черном, нет ракушек. А там другие, наверное, нет. Ну, на Азовском море особенные ракушки. Наконец-то моя мечта осуществилась. Мне хотелось сюда попасть именно весной, когда нету выжженной степи, когда все вокруг пышет цветами, зеленой травой, когда еще не так жарко. Летом, конечно, здесь тоже здорово. Летом здесь по-особенному, потому что можно купаться. А сейчас просто отдыхать, отдыхать и душой, и телом. Субтитры подогнал «Симон» Приехали до еще одного места. Здесь стоит вот такая вот хорошая беседочка, где есть лавочки и возможность посидеть, перекусить с вот таким вот шикарным видом. Ну что ж, вот и закончилась наша сегодняшняя поездка. Возвращаемся обратно. Еще едем по территории заказника, но солнце уже садится в закат. День прошел хорошо, получили массу положительных эмоций и возвращаемся домой.